всем привет вы знаете я люблю мечтать а что делать как не мечтать перед новым годом правда и сейчас около меня стоит мечта многих на самом деле я думаю чуть ли не каждого который сейчас сидит за экраном и это mercedes s-class в 223 кузове абсолютно новый с 450 который стоит без малого 15 миллионов рублей и давайте сейчас разбираться стоит ли это мечта того или богатые тоже плачут поехали ну что сейчас я вам буду рассказывать об этом новом с-классе со своей точки зрения то есть с точки зрения молодого парня и как бы молодой парень не особо вяжется с с-классом новым да потому что обычно на таких машинах ездят статусные важные обеспеченные люди но тем не менее давайте сейчас вот начнем как обычно с дизайна обсуждать в дизайне по сути то и нечего потому что машина выглядит как по мне через чур обычно никаких вам тут линий ничего такого яркого вычурного и нет но здесь этого и не должно быть потому что этой машины абсолютно другая философия мне кажется она одним значком вот этим вот на капоте о многом уже говорит и ничего и доказывать не нужно я боюсь представить сколько стоит одна вот такая фара потому что в нашем случае здесь установлена максимальная оптика которая называется digital light если вы посмотрите на ее видео презентацию вы увидите как она выделяет объекты на своем пути как она не слепит допустим встречный автомобиль как она следует за рулем за колесами свет идеальный ничего не скажешь но поэтому он такой и дорогой черный строгий цвет все прямые ровные линии вот реально ничего лишнего вот даже они не попытались мне кажется что-то сделать или у них была изначально такая задумка потому что кстати коэффициент лобового сопротивления у этого с-класса огромного лучше чем у многих спортивных автомобилей у нас в нашем случае здесь стоят 20 диски и они мне кажется вообще теряются в этом 6 метровом практически автомобиля потому что но выглядят маленькими я бы не сказал что они вообще 20 и вы знаете вот если посмотреть сейчас на заднюю часть этого с-класса но здесь естественно узнается новая ешка новая цешка которая появилась вот прям только что и mercedes сейчас как будто бы идет по пути бмв то есть бмв в свое время унифицировали вообще все свои модели и сделали их одинаковыми объясняя это тем чтобы человек который покупал самую дешевая модель бмв не чувствовал себя обделенным по отношению к человеку который купил самую дорогую бмв но мне кажется раньше было лучше в плане того что машины реально отличались вспомните 222 из класс какой он прям массивный какой он такой реально статусный здесь же мне кажется пока к нему к этому новому 223 из класса не особо я привык вы привыкли и кажется что он во внешности где-то растерял свою статусность потому что даже вот он новый вот допустим у нас их самаре там можно пересчитать по пальцам на одной руке и на него никто не обращает внимание потому что выглядит на самом деле не броско обычные даже непонятно что это новый из класс убрать убрать эти шильдики и на самом деле простая обычная новая ешка но это естественно не отменяет того что в целом то дизайн выглядит офигенно это светодиодная оптика с этими линиями внутри здесь все так заморочено очень красиво просто mercedes на самом деле сделал настолько строгий простой и в то же время идеальный автомобиль что к нему даже не придраться вот при всем желании вот я хочу к нему придраться но я не могу потому что не к чему на самом деле даже если вы посмотрите в профиль на этот автомобиль спереди сзади или просто сбоку вот вообще никаких линий вот максимально ровный автомобиль на самом деле и единственное на что вы здесь можете обратить внимание и что может отличить этот с-класс от предыдущего прям явно это вот эти вот ручки которые вот так выезжают необычно необычно я надеюсь что их не постигнет та же участь что и ручки на ягуаре на тесле то есть они не будут ломаться замерзать и все такое ну посмотрим ну что сейчас я предлагаю всем вместе окунуться в царство mercedes первое на что здесь обращаешь внимание ну когда начинаешь настраивать сиденья это вот эти кнопки да 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 те самые знаменитые кнопки про которые уже сказал мне кажется даже самый ленивый но да придется к ним привыкнуть но я в целом не понимаю такого сильного негатива к ним ну возможно обычные физические кнопки были бы лучше ну конечно хочется придраться ко всему когда держишь цену там четырнадцать с половиной миллионов рублей за эту версию но не к чему опять же но только ты отпускаешь тормоз и сразу ты вот забываешь обо всем на самом деле потому что максимально тихая максимально при этом маневренная как вот маленький мини купер машинка очень мягенькая такая переваливается с кочки на кочку но кстати вот даже я со своим скромным опытом по эксплуатации 222 mercedes могу сказать то что 223 реально жестче то есть 222 он реально вот он как утюг такой шел по дороге и ему вообще все равно было на какие-то колодцы не колодцы маленькие стыки еще что то вот их вообще как будто не было он прям плыл как корабль здесь же не так но опять же здесь же и совсем другая управляемость здесь совсем другая маневренность здесь машины намного послушнее в отличие от предыдущего 222 с класса хотя их очень сложно сравнивать потому что что то машина была идеальная в своем классе и самое лучшее что это и насколько mercedes далеко шагнул в принципе в своих технологиях можно даже понять вот просто вильнув резко допустим вправо резко меня сейчас поджимает подушка слева она меня держит сразу же то есть не отпускает вообще ни на секунду и так в любую сторону в любом повороте так друзья давайте теперь сейчас по порядку об инновациях и о технологиях которые здесь есть в новом 223 с классе сейчас я стою на паркинге у меня колеса полностью вывернуты влево и если я включу драйв смотрите на задние колеса они тоже вывернулись и то есть сейчас они мне помогают поворачивать влево доезжая до левого края выворачиваю рулевое колесо в другую сторону и точно также за мной поворачивают и задние колеса как вам по моему выглядит ну как какой-то трансформер в случае с нашей бензиновой версии и двадцатыми дисками здесь задние колеса могут поворачиваться до четырех с половиной градусов если я не ошибаюсь если мы возьмем дизельную версию на которой будут стоять 18 диски то там уже угол будет до 10 градусов и это уже прям значительно больше это прям серьезно здесь то прям заметно с этими пятью градусами фактическими а как там и насколько там машина получается маневрение это прям интересно и круто честно попадая в салон нового из класса теряешься вот реально теряешься может быть у меня просто не так много опыта общения с такими подобными дорогими автомобилями необычными но для меня прямо было удивлением что здесь вот этот один планшет и все в принципе управление автомобиля заключено именно здесь да конечно это не ново и сейчас все производители делают свои новые машины с экранами с планшетами и с минимум каких-то физических кнопок но здесь же этих кнопок нет вообще и этот экран настолько ну технологичный настолько быстрый и продуманный что даже я никогда не сидев в новом с-классе разобрался в принципе интуитивно достаточно и быстро в нем давайте эту мультимедийную систему сейчас оставим на сладкое в салоне а про поговорим про основные такие вещи как сидеть сидеть конечно максимально удобно сидение все без претензий как они тебя поддерживают в повороте прям чуть-чуть ты резко даешь руль влево машина как будто бы кренится вправо и тебя сразу же правая подушка подкачивается и тебя поддерживает подсвечиваются у нас здесь гнезда под ремни безопасности но как мне кажется вот эта ниша достаточно тесная то есть но сюда по сути ничего большого такого и не поместится поставите вы сюда бутылку которая кстати у нас есть и она уже вам закроет можно сказать ну неудобно уже будет пользоваться вот этой частью кнопок но сюда вот вы положили один телефон и в принципе все больше вы сюда ничего не положите и больше некуда то и в принципе положить только вот здесь но вот сюда прям залазить тоже максимально неудобно естественно есть проекция при том она очень большая есть вы ее можете настраивать здесь же в этой приборке приборка у нас тоже это просто экран я даже не знаю как это по другому сказать вот просто экран здесь вы можете на выбирать ее дизайн это все стандартно в принципе и точно также можете выбирать дизайн проекции то есть вот она у меня там меняется я могу за ней следить все кнопки на руле практически все основное управление так скажем чтобы перелистывать нажимать это все сенсорное также этот отпечаток пальца который здесь присутствует как на старых айфонах эти это дерево такое прям вот дорогое максимально здесь кожа дефлекторы такие тоже так интересно здесь кнопкой сделана их активность то есть их активность вы регулируете вот этой кнопкой я если честно вот даже не знаю как это все описывать словами здесь просто нужно на это все смотреть нас смотреть и наслаждаться так ну что давайте теперь по порядку что же здесь есть в этой мультимедийной системе да все вот отпечатка пальца на самом деле до управления климат-контролем сзади спереди и так далее естественно массаж сидений а ну давайте вот почему интуитивно понятно мне было вот допустим я сажусь и вижу сразу где я могу управлять климатом это все максимально понятно удобно практично как быть странно сейчас не звучало да по отношению к этому экрану и кстати все постоянно жалуются на то что здесь остаются отпечатки пальцы и никуда от этого не деться но я так понимаю сейчас у нас здесь все в специальной пленке и сколько я вот не тыкался сейчас в этот экран отпечатков остается очень мало вот здесь есть такое главное меню в которое вы заходите и видите здесь навигация телефон радио но это все в принципе понятно навигация здесь тоже очень умная она вам выводит камеру спереди и стрелочками показывает куда вам нужно двигаться тоже выглядит очень круто мы это тоже попробуем также телефон естественно подключить радио носители приложения которые доступны с mercedes комфортные опции и вот здесь начинается такое самое приятное самое интересное здесь очень много режимов массажа который вы можете активировать как водителю так и переднему пассажиру так и двум задним пассажирам но это уже сзади все управляется здесь можно регулировать сиденья есть автоматическая настройка сиденья если вы вы выставите свой рост но я вот выставил свой рост он меня как то вот так вот двигает но честно сказать мне так неудобно хотя сидеть так можно абсолютно нормально но при этом каждый просто привык ездить по-своему и каждый настраивает сиденья по-своему то есть мне хочется руль пониже мне хочется чуть назад отодвинуться и мне кажется чтобы более грамотно здесь настраивать автоматически здесь нужно мне кажется знать размер рук размер плечевого пояса талии не знаю длина ног и все остальное просто по росту это определить очень сложно естественно здесь вы можете выбирать все цвета подсветки она шикарная это уже не просто какие-то диодные ленты которые были в 222 кузове здесь все это работает уже по-другому притом эта подсветка еще служит таким световым индикатором когда у вас сработала срабатывает датчики слепой зоны когда вы регулируете климат-контроль потому что видите какие здесь сразу забегали красные и синенькие точечки и они притом бегают вплоть до конца передней двери для это прям необычно такую мигалку здесь можно сделать баловаться короче так же можно многоцветную подсветку устанавливать разные эффекты здесь выводить то есть когда в машине вас приветствует когда какие-то предупреждения опять же выскакивают все красным здесь загорается то есть максимально машина вас обезопасить даже в этом плане ну естественно такие программы которые вы включаете вам допустим вот ну программа свежесть вы на нее нажимаете вам начинает дуть такой прохладный воздух начинает пахнуть такой свежестью какой-то даже солью наверное и по идее должна заиграть такая приятная музыка а нет у нас играют сейчас волны ну то есть как-то так то есть такие росла ух ты у меня завибрировало сиденье нифига себе ну то есть здесь вообще все работы для того чтобы допустим вас расслабить разные программы здесь есть здесь даже тренинги я послушал тренинг и здесь вам какая-то женщина вами управляет и говорит что вам нужно делать расслабьтесь успокойтесь все проблемы тщетные но и все в таком духе чему я удивился здесь это то что здесь есть такой странный режим его даже нет на и кажется на многих всяких внедорожниках и так далее режим который называется сейчас я его найду цепи противо скольжения ну то есть тут подразумевается что на эту машину можно надеть цепи как на внедорожные какие-то тачки чтобы выгрызти из каких-то сугробов грязи и так далее и этот режим специально рассчитан под эти цепи это конечно вообще что-то с чем-то это я увидел первый раз но в принципе я думаю достаточно подробно вам рассказал про всю эту систему если я какую-то тему не затронул и вы хотите про нее узнать напишите обязательно в комментариях я вам отвечу и да в нашем случае здесь бензиновый мотор который намного интереснее чем дизельный потому что здесь у нас 367 лошадиных сил в отличие от 249 дизельных до налоговых ну да здесь налог но тем не менее здесь офигенная динамика потому что паспортные данные разгона до сотни это 5 секунд блин офигенно для такой махины то есть это вообще коробка 9 gtronic полный привод естественно и что коробка что двигатели успели себя зарекомендовать да двигатель здесь некоторыми модернизациями кто-то говорит что он совершенно новый но на самом деле если покопаться то родоначальники его уже давно существовали и задали такую планку по надежности то есть свои там 200 250 тысяч пробега это вся конфигурация отходит без проблем но потом эта машина скорее всего превратится в дойную корову для ремонтников для электриков которые ну будут заниматься ремонтом этого автомобиля но все мы естественно верим и надеемся в то что никогда священный mercedes ломаться не будет хотя никогда такого и не было пневмоподвеска здесь точно так же есть активная аэрматик она держит вас в повороте умная достаточно но здесь вся машина умнее чем я мне кажется и послушайте с каким звуком здесь закрывается капот глухой громкий тяжелый звук вот с каким звуком и на самом деле должны закрываться капот и на нормальных машинах камриводы завидуйте и на самом деле все то что происходит за окном для тебя это просто картинка потому что ты не слышишь ничего ты не чувствуешь ничего ты не чувствуешь какая погода тебя максимально отделяет эта машина от внешнего мира и вот в этом прикол в целом с-класса и таких представительских машин но кстати хотите еще такой косяк чему был удивлен опять же даже владелец этой машины купив ее за такие деньги это отсутствие двойных стекол да здесь обычные стекла здесь вообще ничего нет да двойные стекла нужны были нужно было заказывать за отдельную доплату и это тоже вот удивительно машина там 14 половина миллионов вы получаете обычные стекла но в целом это даже не портит впечатление ну потому что шумка ну идеальная что еще скажешь и вот ты едешь вроде внутри 223 ски у тебя здесь все так шикарно технологично вот даже сюда больше слова подходит технологичная не шикарно музыка бур мистер она тебя все обволакивает для тебя тут играет отдельный оркестр можно сказать но снаружи то на тебя внимание никто не обращает потому что ты едешь на обычном черном мерседесе и все хотя люди смотрят посматривают я наверно ошибаюсь напишите сейчас в комментариях смотрите ли вы на улице какой из класс едет 223 или 222 слушайте вот реально машина длиной там пять с половиной метров кстати скоро выйдет майбах уже вышел точнее и он длиннее обычного из класса на 18 сантиметров и все равно учитывая эти задние подруливающие колеса вот перестроение какие-то узкие улочки развороты повороты так легко даются на нем что вот ну даже не описать словами удивляешься ну это и есть технология это и есть будущее как там говорил давидыч въедь в крыло отдашь квартиру сейчас на повороте актуально было машина максимально сделает все чтобы вы находились вот прям в безопасности на все сто процентов на все тысячу процентов потому что здесь когда машина будет чувствовать издалека уже что столкновение неизбежно она сторону в которую придется удар поднимет выше чтобы удар пришелся ниже соответственно и закроет окна если окна будут открыты во время удара и даже включат специальный шум с которым не разобрался давидыч в своем тест-драйве на 223 из класса он не понимал что за шум включается постоянно а этот шум включается специально чтобы при ударе ничего не случилось с ушными барабанными перепонками у человека то есть настолько здесь все заморочено когда я только забирал эту машину я думал что я буду на ней ездить вот так вот вот просто вот так вот следить вообще за всем что происходит куда как ехать как поворачивать потому что очень дорогая новая машина пятьсот километров пробег но сейчас я еду вот абсолютно расслабленная это понял там спустя 10 минут что машина просто вот максимально простая в управлении максимально удобная максимально понятная блин мерседес заплатите мне уже я не знаю еще как меня как как еще ее нахваливать но сейчас я оказался на главном месте в этом с-классе жалко что некому меня покатать но я уверен что я бы точно так же остался бы в восторге мерседес заплатите меня пожалуйста уже сколько можно хвалить этот с-класс бесплатно при этом вот у нас есть два здоровых дисплея они притом больше чем на 222 100 процентов они у нас сенсорные и здесь они полностью в принципе повторяет функционал и дисплея спереди просто для задних пассажиров я отсюда точно так же могу управлять и навигацией и радио и телефоном и климатом но климатом для задних пассажиров также здесь есть блок посередине все понятно все просто есть два тайп си разъема и два hdmi но здесь это все еще и синхронизировано с этим маленьким планшетиком и вот здесь на самом деле мне кажется технологии мерседеса заканчиваются все наши полномочия иссякли они в этот момент сказали потому что здесь старый толстенный планшет от компании samsung android в принципе ну не хочу никого обидеть кто смотрит сейчас это с android но в целом android вот даже если сравнить их работу в принципе как он тормозит но ужасно тормозит это просто не самый лучший android android и да есть хорошие но они дорогие но здесь то почему здесь это вот это вот самое все но функционал тот же самый это знаете на какой случай вам этот дисплей понадобит этот планшет понадобится если вы нажмете вот эту заветную кнопочку и вот это сиденье очень активно начнет складываться и уезжать вперед то есть я уже физически не смогу до него дотянуться то есть вот у меня подставка под ногами одна вторая если бы я был без ботинок я бы спокойно вытянулся и прям ну на самом деле только наслаждался бы кстати у нас нет здесь зеркальца как в 222 и что касается еще с класса майбаха в майбахе появится специальная кнопка на которой вы нажимаете и задняя дверь будет закрываться как в rolls-royce ну то есть вот на этот случай чтобы теперь управлять радио навигацией нужен вот этот планшет не самое актуальное занятие на с-классе но тем не менее давайте заменим замерим динамику перевожу режим движения спорт плюс и просто газ в пол у нас есть даже вау нифига он давит нормально и у нас 100 сейчас ближе к 100 был какой-то небольшой затуп то ли от коробки то ли что не понял может быть система стабилизации сработала но в спорт плюсе он прям намного собраннее руль у нас такой тяжелый сиденье сразу меня держит по-другому коробка держит передачу интересно и еще разок прям как он подрывается с места пробуксовка всеми четырьмя колесами прям прорвет 100 вот опять сейчас был точно такой же затуп я не понимаю что это такое прям вот на 95 километрах час он где-то камера 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 блин блин не яс прости ну естественно все это гуляем за мой счет так затуп не понимаю что за затуп то есть вот прям как будто коробка сбрасывает передачу на 95 километров в час но тем не менее мне кажется свой паспорт в наши погодные условия в наших условиях ей сложно сейчас поехать но мне кажется это прям стабильные 6 секунд даже меньше я думаю 5 и 7 до 58 сейчас едет все ругают дизель за то что он не едет за то что он там еле-еле вылазит из 10 секунд здесь совсем другая ситуация есть еще четырехлитровый мотор который на 503 лошадиные силы но он у нас в россии насколько мне известно пока не доступен уже появился майбах потому что его снимала леса и они готовят амг версию 223 из класса там я вообще боюсь представить что будет багажник естественно вы можете открыть как снаружи как ключа так и с салона объем багажника сейчас будет у вас на экране он достаточно узкий чисто визуально возможно хотелось бы больше каких-нибудь практичных полочек сеточек здесь у нас есть крючки есть лючок для длинномеров и под полом здесь ремкомплект но на самом деле объем багажника это последняя вещь на что здесь будет обращать мне кажется внимание владелец или будущий владелец при выборе своего нового автомобиля и кстати когда я здесь открываю багажник или закрываю его здесь вылезает либо прячется камера заднего вида то есть она у вас всегда чистая мне кажется это прям плюс вы знаете когда свое время я прокатился на новый бмв семерки это было летом я понял что ну нет предела совершенству и что машины могут быть с каждым разом все лучше и лучше и сейчас вот прокатившись на новом с-классе я понимаю ну вот задаюсь опять вопросом а куда еще лучше то а лучше вообще бывает как думаете вот опять же напишите в комментариях естественно я удивлен этому автомобилю 15 миллионов рублей практически все те кто сейчас будут писать негативные комментарии о том что пацан просто не разбирается в машинах и что этот с-класс не стоит этих денег а вы его вообще видели в живую хоть раз а вы на нем катались а вы его трогали я думаю что нет вот 99 процентов нет но а те кто адекватные подписывайтесь на канал желаю исполнения вам всех мечтаний в новом году ставьте лайки пишите любые комментарии вопросы везде во все соцсети я всегда всем везде отвечаю спасибо за просмотр пока